Давайте будем провозглашать благословение, прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. В эту эпоху 237 стран давайте наслаждаться благословением первенца 10 тысяч верующих. И как мы сегодня слушали в прославлении, давайте мы держать за слово, будем спасать мир. Сегодня мы с вами прочитали Галатам, третью главу. И я хочу вам передать слово на тему «Или это закон, или это Евангелие». Вот как мы с вами приветствовали друг друга, нам необходимо получить ответ первенца, 10 тысяч верующих и спасти 237 стран мира. И когда мы будем идти в эти 237 стран, очень важно, с чем нам идти, с законом или с Евангелием. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами через слово это рассмотрели. Возможно, среди вас есть люди, у которых есть недостатки за тем, кто совершает ошибки. Тогда каким образом смотреть на этих людей? Ну, наверное, у меня больше у вас, больше, чем у вас ошибок и своих грехов. И тогда, как тогда мне на себя, как мне смотреть на других? Вот если мы посмотрим сегодня, Галатам, третью главу сказано, что Бог призвал Авраама. То, что Бог призвал Авраама, это спасение, это благодать, это вера. То есть Бог дает Аврааму Евангелие, и Бог, Он дает ему слово, чтобы он это Евангелие провозглашал по всему миру. И вот Авраам, держав за это слово, тем не менее, совершал постоянно ошибки, грехи совершал и постоянно падал. И вот эти вот ошибки, которые повторялись, вот грехи, которые он совершал, вот как Бог мог такого человека призвать? Как Бог смотрел на Авраама? И Давид, к примеру, Давид, который является лучшим царем сейчас во всем мире, он тоже совершал ошибки, которые даже неверующие не совершают. И вот сейчас даже неверующие, они признают царя Давида. Но как? Так. Давид, который следовал за словом, был таким великим, но совершил ошибку тоже, и грехи тоже совершил. То есть, если мы посмотрим первую книгу царства, то сказано о грехе Давида. Вот. Вот. Второй царств, 11 глава, 27 стих, сказано, что Давид, ему понравилась одна женщина, и он захотел взять ее себе в жены, но у нее был муж. И вот он мужа отправляет на войну, он там умирает, и он берет себе эту жену. То есть, Давид тоже совершал ошибки, но он покаялся за это. И вот очень важно, нам необходимо с вами подумать, как мы смотреть на все, через закон или через Евангелие. Вот так же самое. Вот в нашей церкви, вот Бог, вот Бог тоже даст нам ответ 10 тысяч верующих. То есть, это значит, Бог, Он нашу церковь возродит и станет больше верующих. И придут много людей. И придут разные люди. И вот я, и вы. Вот нам необходимо сейчас подготовиться к Евангелиям. Ну как это так? Вот как Бог, Он даст нам ответ 10 тысяч верующих. И через сегодняшнее слово нам необходимо глубоко выявить Божью, вот выявить Божью волю. Закон ли должен быть или Евангелие должно быть? То есть, первое, где находятся наши глаза, мысли и слова? То есть, в чем находятся наш взгляд, мысли и слова? Вот давайте подумаем об этом. Вот если посмотреть сегодня, вот если посмотреть Галатам 3 главу 1 стих, вот Павел, он говорит о несмысленной Галаты. Значит, мы у вас проповедовали Христа настолько, как будто вы как будто видели самого Христа, распятого пред вашими глазами. То есть, то есть, говорится, что пред вашими глазами. Но галлияне потом начали впадать в неправильные вещи. И вот Павел, он, верующим в Галатах, он говорит очень важное слово. В сегодняшнем месте есть Писание. Значит, мы стараемся жить по закону, соблюдать закон. Но это жизнь для тех людей, которые не столкнулись со Христом. Значит, если мы посмотрим Иакова 1.25, то сказано, конечно, человек, который пытается совершить закон, это хорошо, и он получит благословение. То есть, очень хорошо знать закон, соблюдать закон, слушаться закону. Это хорошая жизнь. То есть, для верующего Христа соблюдать закон — это нечто естественное. Дальше, Иакова 2.26. То есть, здесь говорится о том уже, что значит, наша вера, она... Конечно, нам нужно соблюдать закон, делать, все правильно, но не на этом основывается наша вера. То есть, наша вера, она основана на вере во Христа, а закон, он основан на делах. Это этика, мораль. И, конечно же, закон, он в уши, но нужен. И когда особенно люди из мира, они смотрят на нас, они тоже смотрят на нас с точки зрения закона. Вот, смотрите, все мы, все мы здесь, ну, не все, но большинство из нас — родители, те, которые воспитали или воспитывают детей. Вот, к примеру, есть ребенок 5 лет. То есть, вот насколько в 5 лет вот ребенок делает много ошибок, правильно? Потому что поступает так, как хочет. Потому что не слушает слов родителей. А что дальше, если ребенок пойдет в начальную школу? В начальную школу вообще он не слушается, вообще не слушает слов родителей, еще и спорит, и делает совсем наоборот. А что будет в средней школе? Это вообще полный ад. То есть, дети, вот, в средней школе, они вообще оторвивы в России. Вот даже в Корее есть такая шутка, что Северная Корея нас не завоюет, потому что у нас есть дети со средней школы. То есть, они им потом устроят. То есть, вот так вот дети, они вообще не слушаются родителей. Ну, конечно, есть дети, которые родители не обманывают и слушают родителей. Ну, и такие, конечно, дети есть. Ну, конечно, это вообще идеальный вариант. Ну, что это за дети, которые ни разу не обманывали родителей? И вот так же в Ефесянам 6 главе, 4 главе сказано про родителей, что родители, не злите ваших детей, но вместо этого обучайте их наставлением Господним. Вот такое слово есть. Почему? Потому что большинство людей... То есть, почему сказано «наставляйте»? Потому что они не слушают наставления. Значит, к примеру, что я хочу сказать. Дети в средней школе, они не слушают. То есть, они не способны исполнять закон, они не исполняют, слушают слово родителей. И вот мы с вами, с точки зрения закона, с точки зрения закона, мы такие же самые. Хоть мы и пытаемся исполнить закон, быть правильными, но не получается у нас. Вот в Библии есть фарисеи и есть саддукии. Это люди, которые пытались жить идеальной жизнью, соблюдая каждую запятую в законе. Поэтому они старались вообще не грешить. То есть, все люди в Израиле, фарисеи, фарисеи, саддуки, учителя, то есть, они все, все они пытались вот так вот иметь такую религиозность, соблюдая закон, жить правильным образом. Но вот эти фарисеи, фарисеи, саддуки, учителя, законы, саке, Иисус, Он их наоборот критикует. Он их критикует. То есть, постоянно Он их критикует. Почему? Потому что они делают вид, как будто они без греха. Вот если посмотреть, в Матфея 23, 13 стих, то сказано, что Вы лицемеры, учители закона и фарисеи. Вы сами не войдете в Царство Небесное и мешаете другим войти в Царство Небесное. То есть, вот если подумать об этом слове, то это действительно очень страшное слово. Смотрите, не только они сами не могут войти в Царство Небесное, а и другим мешают войти в Царство Небесное. Что это значит? Это здесь говорится о людях, которые препятствуют Евангелие. То есть, послушайте, нет большего греха, чем препятствовать Евангелию. То есть, закон, этика, мораль. Это все, конечно, хорошо, но Иисус говорит, это все неправильно. Вот если вы посмотрите на книгу Матфея полностью, то есть, Иисус постоянно как бы критикует, Он ругает вот этих фарисеев, саддукеев, учителей, потому что они считали, что они совершенные, они идеальные, то есть, они без греха. Но почему Иисус, Он постоянно их критикует? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо глубоко поразмышлять над словом Иисуса Христа. Итак, во-вторых, «А где я сейчас стою?» «Где я стою?» То есть, на чем вы сейчас стоите? На чем мы стоим? Значит, конечно, хорошо, если мы будем избегать законной религиозности и стоять на Евангелии, но у нас получается совсем наоборот. Мы постоянно к себе применяем закон. То есть, мы себя критикуем по закону. То есть, необходимо, поскольку мы людьми, у которых есть, мы люди, у которых есть сегодня, смотреть на себя с точки зрения Евангелия. Но так не получается. Значит, почему? Потому что уже запечатлелся в нас закон. То, что запечатлелось, принесет ответ. То, что пустило корни, обязательно проявит плоды. Вот необходимо, чтобы Евангелие внутри меня запечатлилось. Необходимо, чтобы Евангелие внутри меня укоренилось. Но если мы с вами без Евангелия пытаемся жить правильно, соблюдать все правильно, но в итоге пройдут проклятия. И в Галатам 3.24 сказано, что законом ведет нас ко Христу, чтобы мы оправдались верою. То есть, говорится о том, что у закона есть своя роль. То есть, вот сказано, как закон, это как детоводитель. что такое детоводитель? Раньше в Греции родители нанимали учителей для своих детей. И вот этот учитель, он, я прошу прощения, в Римской империи богатые родители, они брали среди рабов учителей себе, учителей для детей. и это были люди с Греции. И вот и получалось так, что вот эти вот детоводители, вот они обучали детей, водили в школу, и занимались с ними. Но потом получилось так, что когда проходило время, дети вырастали, они не отпускали этих детоводителей, они наоборот делали их рабом ещё для себя. О чём здесь говорится? Значит, вот мы с вами были во грехе, и потом, благодаря закону, мы осознали, ага, оказывается, я был грешником. То есть, мы осознаём грех через закон. Поэтому через Иисуса Христа я получаю спасение, становлюсь праведным. И если я уже вот так во Христе, тогда больше мне не надо соблюдать закон. То есть, это такой вот смысл детоводителей ко Христа. Почему? Потому что Евангелие, оно совершенное, оно полноценное. И Евангелие является всем. В Евангелии нет недостатка. Иисус Христос, Евангелие, Божье Слово, совершенное, является всем и является полноценным. И вот это слово, Галатам 3,24, оно говорит нам об этом. то есть, нельзя просто сравнивать закон и Евангелие. Само собой, Евангелие, Христос, Божье Слово, то есть, все находится внутри Евангелия. Вот об этом нам говорит Слово. И вот в нашу церковь придут 10 тысяч верующих. Придут разные люди. И нам достаточно необходимо подготовить только Евангелие, чтобы передать этим людям. Вот мы с вами прочитали Галатам 3,11, что никто не оправдывается законом, потому что праведный верой будет жив. вот в книге Аввакум 2,4 также сказано, что праведный верой жив будет. То есть, мы с вами Евангелием верой стали праведными. Вот Библия нам об этом говорит. Реблия нам 11,1,17. Значит, Библия делится на Ветхий Завет и есть Новый Завет. Значит, и в Ветхом Завете есть праведные, к примеру, там Авраам, и в Новом Завете есть праведные. Но не говорится, праведность, она не подчеркивает дела людей, поступки дела, поступки людей. Почему? Потому что Иисус Христос, Евангелие, Завет, вот это важно. Иисус Христос, когда вы видите в Ветхом либо же в Новом Завете слово «праведный», «праведность», то всегда Библия показывает нам и дает нам понимать, что это все благодаря Иисусу Христу, вере, Завету. Но мы часто пытаемся в своей жизни веры подчеркивать свою настойчивость, свое мнение. Это все остатки бытия третьей головы. То есть мы подчеркиваем самоправедность. Я хочу быть правильным. Я хочу быть таким святым. Поэтому мы критикуем себя и других людей. и тогда вообще как такой грешный, как я могу получить спасение? Я, который совершаю ошибки, который несовершенный, как я могу вообще получить спасение? Значит, Бог, Он дал нам Евангелие. И Евангелие Бог нас спасает и оживляет. Значит, если, к примеру, я не был бы грешным, если бы у меня не было чувства вины за грех, а как бы я познал Евангелие? Но Библия говорит нам, что Бог, Он спасает грешных Евангелие. То есть слово говорит нам о том, что Бог, Он Иисусом Христом спасает верующих, даже, не верующих, то есть грешных. То есть даже если мы совершим грех, даже если мы падаем, даже если мы бедные, даже если мы богатые, даже если мы образованные, либо же необразованные, внутри Евангелия Бог нас спасает. Вот об этом нам говорит слово. Вот мы прямо вот так вот и прочитали сегодняшнее месяц Писания. В самом начале Бог, Он дает Аврааму Евангелие, и это Евангелие, Бог, Он дает, Евангелие Аврааму надо было передать народам, племенам. Значит, если мы будем другим людям, если мы будем с вами смотреть на всех законам, тогда все должны умереть. Почему? Потому что никто неправедный, все совершают ошибки, все вообще недостойные жизни, все достойные суда, смерти. Но мы с вами Евангелие, благодатью, верой, и то, эта вера не от нас, это то, что Бог дает. Вот этим все мы получили спасение. И вот люди, которые вот так вот понимают, соберутся в нашей церкви 10 тысяч человек. Поэтому необходимо Евангелиям их принять, Евангелиям необходимо подготовить ради этого. Потому что Евангелие Иисуса Христа — это совершенное Евангелие, полноценное. А закон — это просто детоводитель ко Христа. Почему? Потому что Христос совершенный, полноценный, и в Нем есть все. Евангелие, Иисус Христос. И вот этим Евангелием мы становимся праведными. Вот это есть праведность. То есть праведность — это и есть Иисус Христос. Об этом говорится. И вот мы с вами, которые получили Иисуса Христа, мы с вами сейчас находимся в процессе освящения, становления святыми. То есть сразу святыми мы не стали, правильно? Но мы находимся в процессе. И вот мы с вами первое, мы с вами получили власть быть чадами Божьими. и теперь мы находимся в процессе освящения, становления святыми. То есть вот этот процесс становления святыми, это не проходит сразу. После спасения необходимо долгое время запечатлевать себе Слово, укоренять себе Слово, делать Слово своей Иисусностью, и тогда будет осуществляться вот это освящение, становление святым. то есть мы с вами как можем получать вот это освящение? Благодачу, которая восходит из Евангелия. Когда мы глубоко наслаждаемся Евангелием, вот тогда происходит этот процесс освящения. Вот об этом Слово нам говорит главный пастор на прошлой неделе, ну и вообще он часто об этом говорит, такое слово, все получится Евангелием. То есть не пытайтесь что-то сами делать, у вас получится Евангелие, Евангелие слушать, осознать, размышлять, и пастор всегда говорит, что самое лучшее, когда я Евангелие слушаю. А почему тот человек такой? Это все закон. То есть если войдет Евангелие, тогда все получится. Вот такое выходит исповедание. Когда мы с вами наполняемся Словом, тогда Бог нас наполняет Духом Святым. Поэтому и вот этим наполняйственным Духом в нашей жизни все получается. Вот, к примеру, детям необходимо понять сердце родителей. Тогда насколько будет все хорошо в семье. И вот смотрите, но иногда нам надо ждать время, пока дети вырастут и начнут понимать сердце родителей. Вот наши верующие в церкви, она, ну, конечно, будет хорошо, если все запечатлят Евангелие, пустят корни, начнут понимать, осознавать, но сейчас как бы не получается. Потому что есть верующие в нашу церкви, у которых не получается осознавать Евангелие, размышлять. Поэтому что надо делать? Ждать надо. Вот. так же как Бог Он нас создал, как нас Бог сейчас формирует, так же Бог и сейчас других формирует. Поэтому необходимо ждать их. Вот это есть Евангелие. Вот где мы с вами стоим сейчас? На чем мы с вами стоим? На законе или же на Евангелии? Вот. Если придут десять тысяч верующих в нашей верующей? Насколько это будет непросто вообще, сложно и запутано будет, и будут всякие происшествия происходить. И очень много сейчас людей с психическими проблемами. И они будут среди верующих в церковь то же самое. И вот разные люди придут в церковь. И вот тогда как нам необходимо смотреть на всех этих людей? Нашими глазами, нашими мыслями, нашими словами? Тут нельзя, чтобы закон был внутри этого. Где мы с вами стоим? На чем мы с вами стоим? То есть на чем мы с вами стоим? Это Евангелие. Иисус есть Христос. И Христос Иисус для нас является совсем более точно сказать Иисус есть Христос является моим и процессом решения моих духовных проблем. То есть Иисус Христос сейчас решает мои духовные проблемы. И теперь необходимо этого Христа в себе запечатлевать, пускать корни. и делать своей сущностью. Я не хвастаюсь, но однажды главный пастор посмотрел на меня, старший пастор, и он говорит, он говорит, ты закон. Я вообще-то так удивился. И я про себя подумал, да, я точно еще не Евангелие. Почему? Потому что у меня не идеально получается выполнять какую-то работу, делать что-то не идеально. делаю просто как делаю и все. Потому что люди смотрят на меня, но видят, что что-то не получается, ошибки делают. я понимаю других людей. Но наши служители, они Евангелие, но все равно вы молитесь просто за всех нас. Вот если есть Евангелие, тогда смотришь на других, вот насколько драгоценным становится другим человек. К примеру, тот человек не идеальный, ошибки совершает, но у него есть Евангелие. Поэтому он уже прекрасный, он уже такой красивый, классный. Вот это есть мысли человека Евангелия. Это есть человек Евангелия. Вот в Ефесянам 4.15 также само об этом сказано. Итак, говорите другу слово истины, потому что Христос является главой всего. Значит, кто-то является Чадом Божьим. Он сейчас находится в процессе просто. Вот ремнанты сейчас, они тоже сейчас, если посмотреть на их вид, они в процессе, надо их ждать. Есть верующие тоже, которых надо ждать, они в процессе. Надо молиться за них. И Евангелие необходимо помочь им, чтобы они росли, росли в Евангелии. вот это есть человек Евангелия, кто так мыслит. Значит, иногда происходят какие-то вещи, ничего страшного. Вот иногда ошибки допускать, ничего страшного. И вот даже если хочет совершить грех, ну пусть совершает грех. Значит, кто-то постоянно хочет убежать от Бога, ну пусть тогда уходит. Нормально. Ну вот вы воспитывали детей, вот когда дети поступают неправильно, носок тоже тяжело, жалко. И вот есть очень много таких детей, которые специально не слушают до конца. Но это все тоже временно. То есть и такое время пройдет. Поэтому что мы делаем? В Евангелии мы просто ждем. значит дети они тоже не становятся как бы зрелыми за раз. Постепенно это все происходит. И получается по мере того, как ребенок становится зрелым, я тоже становлю зрелым. То есть мы вместе растем. Мы вместе растем. Вот это настоящий рост. Духовный рост. то есть мы слушаем слово и мы находимся в процессе духовном. Вот где нам необходимо с вами стоять? На чем необходимо с вами стоять? Вот на этой неделе я желаю, что вы глубоко над этим поразмышляли под это же слово. Значит, если мы будем законом, глазами закона судить людей, осуждать людей, тогда вообще никого не останется в живых. То есть люди приходят в церковь, но в церковь приходят несовершенные люди. Поэтому нам необходимо глазами Евангелия смотреть на людей, Евангелие ждать людей, Евангелие давать людям. То есть необходимо дать этим людям возможность получать Евангелие. И Благовестник Павел вот он об этом очень четко говорит в книге Римлянам 7.24. Он говорит, ой, жалкий я человек. Кто избавит меня от этого тела греха? Римлянам 7.25. Благодарю Бога моего, что через Иисуса Христа моего Господа я стал рабом закона Божьего для того, чтобы мне больше не повиноваться греху. И Римлянам 8.1 уже сказано поэтому, поэтому, то есть законом мы не можем получить спасение. Вот это надо понять. То есть вот это надо определить. Этим законом спасение не получаешь. Римлянам 8.2 Поэтому нет уже никакого осуждения тем, которые во Христе. И Римлянам 8.2 Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Аллилуйя. Вот это исповедание веры Павла, вот это совершенно Евангелие. Тяжело, но законом если смотреть на себя, то тяжело, я совершаю ошибки, надо постоянно расстраиваться. Но кто во Христе тот уже праведный. То есть мы праведны не по делам нашим праведным. Многие люди они хотят проявить свою праведность, то есть делать что-то правильно. Это не Евангелие. Такие люди они не могут других прощать. Если есть Евангелие, тогда надо всех прощать. Я не мог понять, ну почему так ну как это есть люди, которые все прощают. Потому что они Евангелие. Послушайте, если закон, тогда мы вообще не можем получить его спасение. Авраам, Давид, когда осознал Евангелие, тогда он смог совершить всемирную евангелизацию. Давид тоже, когда смог осознать Евангелие, только тогда он смог совершить всемирную евангелизацию. Даже придет 10 тысяч сверху в нашей церкви. Это люди, которые совершают грехи, которые совершают ошибки. евангелие. То таких людей необходимо Евангелие ожидать, помогать им слышать. А если не будет Евангелия, будет только закон, тогда мы все должны получить проклятие. И поэтому Христос избавил нас от закона. Но тот, у которого есть Евангелие, он не получает проклятие. Поэтому хотя бы мы с вами и церковь наша, где мы будем с вами стоять? На чем будем с вами стоять? Вот в течение этой недели желаю, что вы стояли на Евангелии, спасли место действия. 70 мест действий необходимо Евангелиям спасти и получили благословение десяти тысяч верующих. Помолимся. Бог хочет благодарить тебя. Как вообще люди могут получить спасение законом? Нам всем нужно Евангелие. Помоги нам Евангелие спасти много людей. И на этой неделе поддерживать победу и помоги нам быть вадимами, чтобы жить жизнью благовестника. Молимся во место за Христа. Аминь.